Реализация соглашений на дорогах полуострова появятся троллейбусы из Уфы. Такое решение приняли во время визита крымской делегации в Башкортостан на прошлой неделе. С гендиректором предприятия Крымтроллейбус Ильей Прокопьевым, который принимал участие в переговорах между регионами, пообщался наш корреспондент Дмитрий Попов. Он сейчас на прямой связи с нами. Дима, известно уже, когда жители республики увидят новый транспорт. Да, коллеги, первый троллейбус из Уфы у нас в Крыму появится уже в апреле в этом году. А подробнее о том, как он будет ходить и как его будут эксплуатировать, нам расскажет директор Крымтроллейбус Илья Прокопьев. Илья Александрович, приветствую вас. Могли бы рассказать, вот первый троллейбус, который все же из Уфы приедет, он уже будет куплен или это будут какие-то тестовые заезды? Добрый день. Ну, в рамках официального визита правительства республики Крым в республику Башкортостан мы посетили Уфимский тромайно-троллейбусный завод, где начато производство нового троллейбуса на базе машины НЕФАС. В апреле месяце мы договорились, что Уфимский завод поставит нам данную технику для того, чтобы мы тестово поэксплуатировали и посмотрели возможности данного троллейбуса. Этот троллейбус у нас будет с автономным уходом до 30 километров. А где тестовые заезды будут совершаться, чтобы в полноте оценить его характеристики и способности? Ну, мы уже подписали соглашение с официальным дилером завода САУ «Восток Автотранс», чтобы получить данный троллейбус в течение двух месяцев. В данном договоре угазали три населенных пункта, конечно, это город Симферополь, город Алушта и город Ялта. Сейчас есть потребность у Крымтроллейбуса в новой технике, но и надо понять, как она себя ведет на ровной местности, ну и, конечно же, в городе Ялта. А можете уточнить какие-то технические характеристики именно троллейбусов из Уфы? Чем они отличаются от наших? Ну, в принципе, троллейбус для нас, как говорится, по характеристикам не новый. Мы уже эксплуатируем троллейбусы с автономным уходом. Данный троллейбус, конечно, имеет другой эстетический вид, сделан на базе другого транспортного средства. Ну, как говорится, рано еще говорить. Вот приедет, мы все посмотрим, сами пощупаем, потрогаем, и тогда уже будем говорить о конкретике этого троллейбуса. Вы сказали, что Крымтроллейбус нуждается в обновлении. Могли бы уточнить на сколько? Сколько необходимо новых троллейбусов в принципе и сколько ожидает уже своего конечного пути? Ну, Крымтроллейбус нуждается в новой технике, так как мы в этом году запустили учебно-курсовой комбинат, и у нас выпускается каждые три месяца порядка 20-25 наших водителей. Ну, можно так сказать, мы выпускаем сейчас 160 троллейбусов в день, в первую смену и 160 во вторую. В советское время выпускали более 250 троллейбусов в день. Я думаю, нам есть куда стремиться и наращивать, как говорится, выпуск. Илья Александрович, благодарю за ваши ответы. А я надеюсь, что и у нас будет возможность прокатиться на новом троллейбусе Уфы уже скоро. Коллеги, вам слово. Спасибо, Дима. А я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Папов.